Приветствую вас! Знаете, прям даже как-то обидно немного стало, что вы вот пишите, значит, к психотерапевту сходить вы не можете, а нам поэтому пишите. Вот правда, человеком второго сорта себя почувствовал, ну, лично, когда вы это написали. На самом деле, я с Чучу, конечно, не чердакова, просто подобавил у меня ваши фразы, которые вы написали. Итак, смотрите, значит, ну, что вы описываете, да, вот, что вы социофоб, агорофоб, вот, и с самого детства, знаете, сбросить что-либо в магазинах, там, и так далее, и так далее. Все, что вы пишете, это все органично, очень органично вытекает из того, что ваша мама говорит вам, что вы глупая. Вот. Вот. Вот прямо очень органично вытекает это вот из того, что вы пишете. Почему? Почему так? Ответ, как это ни странно, довольно прост. Дело все в том, что ваша мама изначально внушила вам, что вы глупая, что вы, там, какая-то не такая вообще, что вам нужно быть другой, что вы странная. Что вы плохая, что вы, там, не знаю, неправильная, что вы недостойная, ну, и, в общем, так далее, так далее, все в таком духе. Вот. И, конечно, если вам говорят подобные вещи, и говорят подобные вещи часто, постоянно, то, естественно, подобная позиция, она возникает. То есть, вас подавляют, вы ориентируетесь в большей степени на мнение других, на повисок других. Свои желания вы предпочитаете не реализовывать, свои желания вы предпочитаете подавлять. Отсюда, соответственно, копится невидуализворенность. И, вместе с этим, естественно, подкрепляется неуверенность в себе. То есть, то самое страшное в неуверенности, да, то самое страшное вот в этих вот моментах. Это реакция, положительная реакция, положительное подкрепление некоторых знаний о вас и о людях. Это ваши родители, например, они вас стыдят. Ну, или стыдились, или стыдятся, я точно не знаю, конечно. Соответственно, если ваши родители вас стыдят, значит, они не принимают вас такой, какая вы есть. Если они не принимают вас такой, какая вы есть, то и вы, соответственно, вы, соответственно, тоже себя такой, какая вы есть, не принимаете. Потому что, ну, было бы странно, если бы вы, если бы вы принимали себя такой, какая вы есть, несмотря на позицию ваших родителей. Понимаете? Вот. Было бы странно это. Согласитесь. И здесь у нас получается, что? Здесь у нас получается положительное подкрепление тех черт характера ваших, тех триггеров поведения, которые являются, ну, как бы это сказать, как бы это сказать, негативно, негативно, негативно. Ох. Понимаете, да? О чем идет, о чем идет речь? Значит, первое, что нужно с вами разобрать, это разобрать детско-родительские отношения. Как, почему складывается у вас таким образом отношение с родителями? Как, почему вы вот так с родителями взаимодействуете, и почему они вас стыдятся, знаете ли вы, почему они вас стыдятся, ну, и так далее. То есть, моменты здесь довольно разные, их много. Второе, это работа над уверенностью в себе, и разбитие ваших неверных представлений, то есть, переформирование ваших неверных представлений о себе. Вы говорите о том, чтобы вам помогли, вы говорите о том, чтобы могли вам рекомендуется регулярная работа с психологом на постоянной основе. Только через отделочку, через проработку всех ваших страхов, через проговаривание, через изменение представлений, вы будете не только воспринимать своих родителей по-другому, и себя тоже, но и будете личностно растить постепенно. Принимая себя и, соответственно, принимая других. Сейчас других вы не принимаете. Вы боитесь, вы боитесь других. И используете других для своих целей. То есть, по сути, ваши друзья это те, кто вам помогают, те, кто что-то делает для вас, и так далее. То есть, не равны, вы не равны с друзьями. Так, значит, не могу выписать тебя, устроиться на работу, и не могу продавать обучение, почти не ухожу из дома. Общаясь только один на один, по-другому. Ну, знаете, здесь ситуация, конечно, такая, что дистанционно с психологом вы можете поработать какое-то время, вот, свои страхи будете лучше понимать, и будете лучше знать, что вам вообще делать нужно. Потому что это уже довольно серьезно, чтобы вы не выходите из дома, никуда, вот. И вы поймите, что страхи свои, их побаривать не надо. То есть, если они у вас есть, если вы боитесь чего-то, значит, на это есть причина, на это есть основа, у этого есть причина, у этого есть основа, знаете. Вот. И, соответственно, речь идет о том, речь идет именно о том, чтобы понять, на стразе чего, на стразе чего стоит страх. На стразе чего он стоит. Понимаете, да? Вот что важно. Что защищает вас страх. Что, эээ… от чего он вас ограждает. Страх. Опять. Понимаете, да? Вот это вот является очень важным моментом. Далее. Далее. Теперь люблю общаться, и когда я с кем-то куда-то иду, я почти не замечаю страха и свободно общаюсь. Когда я училась, выходила на учебу ответственность подружками и все равно чего-то отобаривалось. Наверное, глупкая ситуация. То есть, смотрите, неловкие ситуации, да, то есть ситуации, в которых вы выставлены глупо. Ситуации, в которых вы выставлены глупо, это что такое? Это стыд. Я не такая, как другие, я не такая, как они. Я, там, ну, не знаю, например, я стыщу своих родителей, да. Я, значит, как-то вот своих родителей, там, заставляю меня стыдиться и так далее. Ох. Но, с другой стороны, с другой стороны, А ни в чем дело, вы думаете, что это из-за вас, вы думаете, что родители стыдятся вас, потому что вы такая? Нет? Нет. Не поэтому, а потому что родители вообще сами тоже обращают внимание на общественное мнение, но для них вас. И они передают его вас. Знаете, должна быть такой, должна быть хорошей, должна быть удобной и так далее. Это негативный сценарий. Главное, не можете думать о себе, о том, что хотите вы, чем вы уверены, чем вы хуже, например, ну, то есть, если вы действительно чем-то хуже. На самом деле, вы ничем абсолютно не хуже, но вам просто внушили, что вы хуже. Понимаете? Ну вот, вот с этими понятиями и нужно работать вам. Это понятие глупо, вот то, что вы говорите, что вы боитесь выглядеть глупо. А кто определил, с какого простыня? Почему вы считаете, что нормы людей, нормы, которые устанавливают люди, они являются единственными, ну, они являются единственными, единственными верными и для всех? Почему? Подумайте. Подумать, как бы. Ну, допустим, вот вы будете в средине бояться неловкостей, в средине вы будете бояться каких-то переживаний, в средине вы будете бояться, там, не знаю, неодобрения, например, и так далее. В средине вы будете бояться, а то останется по итогу. Вот по итогу что останется? Подумайте. Вы свою жизнь проживете впустую. Вы свою жизнь проживете просто-напросто, впустую. Потому что никакого удовольствия от нее, да, от жизни вы не получите. Ориентируясь на мнения других, пытаясь подстроиться под них, вы получите только лишь, ну, своего рода иллюзию. Вы получите своего рода иллюзию, какой-то, знаете, может быть, стабильности вы получите, иллюзию стабильности, но ни в коем случае, ни в коем случае не, значит, не то, что можно будет назвать чем-то адекватным, чем-то хорошим, чем-то удобным, чем-то интересным, чем-то естественным для вас. Вот, поэтому сперва детско-родительские отношения, потом ваши отношения к себе, к самой. И дальше уже вопросы личностного роста и уверенности в себе. На все это нужно время, поэтому готовьте, что работа вам предстоит регулярная, но при регулярной работе результат будет довольно скоро и ощутимый. Ну, а на этом все, надеюсь, что помогу вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Продолжение следует... Продолжение следует...